Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсыновский. Сегодня мы поговорим о том, что является реальным успехом для того, кто начинает изучать язык программирования. Вот смотрите. Сегодня мы поговорим о привычках. Так, понимаете, давайте мы начнем сразу с дела. Вот правильно сделал человек. Так, секунду, я остановлю, потому что есть очень важная фраза. Мне надо записать. Я кое-что записал, на что мы обратим особое внимание. Пока давайте откроем почту. Вот смотрите. Вот человек расписал план себе короткий. Я вам дам статьи. Вы прочитаете как раз статью и вынесете что-то свое в конце. Вот эти вот две статьи. Значит, о подводные камни или как правильно учиться, чтобы стать программистом. Python, Kotlin стать профессиональным разработчиком с нуля. План с пояснениями. Это и план, только я расписывал его более таким простым языком. Ага. Теперь. Это Мурат. Потом он написал. Да, я вот вижу. В общем, описал привычки, да, которые я рассказывал. Вот смотрите. Вы начинаете работать с языком. Первое и важное, да, первая привычка, я бы сюда добавил, это план. То, что я хотел сказать, да. Просто он составлял план, наверное, упустил из-за этого. Ребят, наличие понимаемого плана и наличие понимаемого плана, как изучать язык. Чем четче понимание, что нужно получить, чем мощнее эффект. Я предвижу ваши, значит, вопросы, а как я буду знать. Ребят, я всегда посылаю довольно много видео, которые дают, в принципе, общее понимание, либо где-то более конкретное. Например, даю видео «Зачем изучать два языка?» Да? Или такие же видео, где-то какие-то направляющие. То есть, видео достаточно. То есть, по сути дела, когда вы посмотрели видео, у вас уже будет четкое понимание. Но ведь очень просто, ведь пришел вот новый человек, да, Мурат, и в первых письмах он же разобрался, что начать надо с типов данных. Да, он составил план из трех пунктов пока. Заметьте, буквально через несколько дней он уже вписал в себе вот эти вот привычки, да. То есть, прочитал статью. Конечно, я дополнил план пару сотен строк, да, чтобы более разъяснить, что к чему. Здесь есть видео, то есть, почитать другие статьи. По сути дела, что должно происходить. Вот я сейчас меняю формат школы. По сути дела, давайте возьмем, нарисуем некий график. Поймем. Вот есть у нас время, да, там, допустим, один год. По сути дела, то, что вот я рассказал в этой статье, да, к чему я приходил, ну да, через несколько лет какими-то фрагментами, потому что я постоянно, много лет веду школу и работаю на системе обучения. Вы это можете втолкнуть полтора года. То есть, мои одиннадцать лет, да, допустим, прочитали, ага, понятно, понятно, втолкнуть в полтора года. Вот если взять вот это, да, время, то по вот этой шкале будет уровень обучения, да. По сути дела, отсутствие привычек вы потом поймете. Я сейчас буду рассказывать. У вас может быть вот так все, да, а потом у людей то они пропадают интерес, потом опять вернулись. Но, в принципе, если человек не приобретает привычки, он не развивается. И получается, вроде бы время прошло, вроде уже и классы знаю, писать не могу, в принципе, ничего не могу, а информации знаю куча. Почему? Потому что не выработаны привычки. Я это очень четко описал в статьях, которые, в принципе, я вам дам под этим видео, да. Кардинально картина меняется вот так, да. Буквально начинается рост огромный, как только вот здесь мы начинаем приобретать привычки. Совершенно небольшой кусочек, мы движемся ровно, и потом пошел подъем. Я поясню, здесь все очень просто. И, в принципе, как все в жизни. Почему-то просто люди не хотят быстрее, да, быстрее не получается. А вот приобретение правильных привычек – это и есть быстрый профессиональный путь. Ну, давайте хотя бы прокомментируем, да, вот чего со статьи выудил Мурат. Итак, первая задача, ребят, вот Мурату я посоветовал первую привычку поставить вообще – это создание плана. Понимаете? Потому что вы можете иметь там со мной спорить, кучу этих возражений, говорить. По сути дела, смотрите. Вот вы, если есть, то остановите видео и проделайте эксперимент. Возьмите любую книгу по программированию. Но попробуйте сейчас, сейчас сделать следующий шаг. Сначала вы просто просмотрите книгу, как там предлагается. Это будет просто просмотр. А другое – проделайте упражнение. Вот я вам говорю. Ребят, разберитесь сейчас, сейчас, что такое строки. То есть, открываете в книге конкретно строки в Python, читаете, проделываете, ставите вопросы. Ставите вопросы. То есть, что такое строка, что есть в строках, там, типа операций, как делается. Чем точнее вы поставите вопросы, а потом попробуйте всё на это ответить. Но ответить путём практики. Используйте интернет, используйте мои уроки, используйте книги. Но как только вы ответьте, вы увидите, что вы получили ответ. Нет, вы это знаете, не просто знаете, вы этим владеете. Это разница такая. Теперь я говорю, вот, во-первых, этой привычке очень важную вещь. Ребят, ведь я даю много видео, где очень много объясняю. Разница в том, что кто-то просто прослушал видео, там, жуя бутерброд, да, и всё, и там забыл, ничего не вынес. А кто-то сел и чего-то там записал. Ага, это полезно, это не полезно, это вот я хочу сделать, это я хочу попробовать. И тогда у вас начинает раздаться план. То есть, вы начинаете осознанно работать над материалом. Поэтому первая привычка – это план. Вторая – ежедневная работа со справочником. Когда-то описывал Михаил Беляков, который, в принципе, закончил курсы и в школе начал писать очень неплохой код. Я сейчас себе запишу, дам его статью ещё, хотя она есть. Прочитаете, здесь самый главный смысл уловить, когда Михаил понял, что у него неправильно поставлена работа с документацией. Здесь, вот здесь я вижу, что подводные камни Мурат уловил. Ежедневная работа со справочником. Найдите конструкции, метод, параметр доков. Неважно, понимаете или нет, вы должны знать, где искать документацию. Обязательно проделать пример из доков в командной строке. Сейчас я это ещё поясню. Он всё это правильно сделал. Здесь есть секрет. Если новичок будет читать доки сами по себе, да, абсолютно верно. Когда новичок, допустим, открывает там Django или любую другую библиотеку, то понятно, что мы сталкиваемся с чем? С тем, что, во-первых, мы не знаем, куда идти. Во-вторых, мы не знаем, куда смотреть. В-третьих, здесь, в принципе, первично, да, там открываем, допустим, там те же мета-опции, да, мы видим везде работу командной строки. В школе я составляю уроки таким образом, что то, что вот сейчас описал вот этот парень Мурат, да, вот вы когда пишете код, сам код, да, в среде, вы, по сути дела, понимаете, да, что делает тот или иной человек. И тогда вы идете от своего кода к докам, но с этим надо привыкнуть работать. Почему? Потому что первично это не будет запоминаться. А потом, когда вы работаете, допустим, неважно с какой библиотекой, Django или другой, вам надо выборка, вы сразу быстренько бац, ее нажали, посмотрели, что вам надо. И вам, в принципе, все здесь понятно, да, потому что все работает в командной строке. То есть, этот момент понятен. Ежедневная работа с командной строкой Jupiter, да, Юпитера. То есть, по сути дела, чем он отличается от обычной там командной строки. Обычная командная строка, вы закрыли код и все. А Юпитер сам по себе, это командная строка, которую можно сохранить, которую можно дорабатывать, которую можно разделять по шагам. В школе все это есть. И я давал рекомендации в статье, где что взять. Вот очень важный момент. Вы научитесь, главное, достраивать куски кода, дополнять методами, функциями, это будет естественно. Также научитесь читать и понимать доки. А значит, на выходе, в общем, будете и функции писать, и сами доки. Понимаете, в чем огромная проблема новичка всегда, да, получается, что в принципе, допустим, там, новичок берет, пишет некий код. Абсолютно верно. Ему проще написать функцию, потом посмотреть, что делать. Но ведь функция состоит из каких-то шагов, или класс, или функции, это не важно. Да, сейчас. Сейчас важно понять, что у нас состоит из шагов. Так вот, и правильно, он начинает то ли искать в интернете этот полный кусок функции, то ли саму функцию. То есть, а это полностью отключается его логика. Но все меняется, когда человек каждый день работает с командной строкой. Например, в Джанго ведь все банально просто. Ведь в Джанго, как ни крути, все идет, сколько бы тебе было написано функции, это что извлечь с базы данных, где показать. Все, один шаг. А уже остальное все мы можем либо писать, а с другой стороны. Ведь даже когда мы пишем в командной строке вот этот кусочек извлечения функции, да, кусочек, да, вот этот, да, там мы чего-то там считаем, извлекаем, то, по сути дела, начинается немножко по-другому работать мышление. Во-первых, мы начинаем понимать, а что конкретно происходит на данном шаге. Во-вторых, это очень хорошо запоминается. В-третьих, пусть не сначала, но со временем, когда вы будете проверять и в командной строке, и писать функции, у вас вот эта вся часть начнет достраиваться автоматом. Это и есть правильное мышление, да, то есть, по сути дела, так должно быть. Вы, по сути, к чему выйдете, работая в командной строке? К тому, что идея пришла, ага, извлеку-ка я вот только это. И пошли извлекать. А уже в голове достроилась какая-то модель будет, как вы извлечете шаблон, то есть, это естественно. Что вы будете использовать, либо там метод супер, либо что-то еще. Эти вещи нарабатываются, но они никак не могут наработаться без командной строки, потому что нет точки отсчета. Это очень просто, да. И вся причина в том, что это очень мощная привычка. Либо вы работаете с командной строкой, вы программист. И командная строка, это сейчас, сколько бы вы не были программистом, это ваш любимый инструмент. Как только вы начинаете избегать вот этого, да, то есть, командной строки, значит, считайте, вы продолжаете двигаться по прямой. То есть, вот так. Сколько? Как только вы начали, первую привычку составили план, раз, пошли увереннее вверх. А начали работать с командной строкой. Еще увереннее вверх пошли. Но тут же является куча плюсов. Куча плюсов. Сейчас. Секундочку. Надо кое-что обдумать, как тут правильно сказать. Вот подумал, подумал и придумал, как объяснить. Ребят, смотрите, по сути дела, то, что я разделял на привычки и то, что Мурат описал вот для себя в такой таблице, это единый конгломерат действий. Просто мы сейчас его разбираем как бы осознанно. По сути дела, когда вы пишете код, вы работаете быстро. И я наблюдаю уже много лет две ситуации. Одни ребята, им надо быстрее. Вот они быстренько прошли видеоуроки, все, побежали дальше. В конце концов, проходит время, задают вопросы, какие. Ну, видно, что человек, по сути, должен знать эти вопросы в первые три недели. А напрочь возникают проблемы там с увеличением по срезам, с мелочами. Да? С мелочами. А эти мелочи, их нельзя сформировать, вот просто посмотрев уроки. Это надо копаться. Язык – это детали. И детали очень простые. Но вопрос. Я вот говорил про конгломерат действий. По сути дела, давайте, чтобы я вот это вот закрыл и пошел дальше, я вам некоторые вещи сейчас покажу. Я не буду конкретно что-то, просто я приведу пример. Вот смотрите, вот я, вот новичок пишет функцию. То есть, допустим, Выборка, да, Выборка. Залез, нашел Выборку, да, искал пусть первый раз там 10 минут. Черт с ним. Но важно, что проискал. Подумал, что потратил зря время. Нет. В том-то и дело, что на самом деле, если присмотреться к любым докам, абсолютно любой документации, они содержат определенные вещи. И этих вещей, на самом деле, основных не так уж много. Когда мы начинаем многократно посещать, именно идя от нашего кода к документации, мы начинаем, во-первых, запоминать, где находится. Во-вторых, в принципе, мы у себя в коде видим, что происходит, и начинаем понимать, а что у нас конкретно здесь написано. То есть, все нам становится понятно, что это модель, что менеджер, что извлечь все объекты, подсчитать. И вот там важный момент, мы его будем проходить. Если нам что-то непонятно, мы, допустим, сейчас forE in entry. То есть, допустим, я уже считал, что это временная переменная, куда записываются данные. Да, in – это оператор. То есть, ну, когда-то я с этим тоже разбирался. То есть, мало-мальски, где-то непонятно, это надо разобраться. Да, пусть это будет 10 минут. Но, ребят, понимаете, есть, опять повторяю фразу, на самом деле, основные конструкции языка, их не так много ключевых. И когда вы разбираетесь в каждом куске кода, да, и понимаете, что там делается, то на самом деле это откладывается раз навсегда и осознанно. В следующий раз вы уже посмотрели, моментально считали, то есть вам это не нужно. И того, что считывается моментально, это накапливается. Здесь справедливо и обратное. Если вы, допустим, поняли, что произошло, но не знаете, зачем этот фор Е, да, вот в данном случае буквочка Е, что вы не знаете, что это временная переменная, а делаете, ну, извлекается и чёрт с ним, то у вас приобретается иная привычка, дырявая, да, всё дырявая. И, в принципе, вы потом не понимаете. Ёлки-палки, код пишу, код пишу, а понимать не понимаю. На самом деле, если вы делаете, что говорит Бавсуновский, да, у меня опыт обучения языку уже большой, то есть всё-таки непонятно, спросите в группе, посмотрите в интернете, попробуйте найти в книге, да, в конце концов, цикл фор, смотрите, всё просто, всё просто, то есть у вас начинает, что делаться, вот это белое пятнышко уже закрасилось, для вас это уже не буквочка Е, а временная переменная, в которой будут сохраняться данные, да, и таких белых пятен будут становиться с изучением меньше и меньше. А теперь вот соображайте, да, вот то, что я только перед этим сказал. Вы это пропустили, эти белые пятна идут, то есть материал поверхностный, и здесь, получается, время работает против вас. Вы можете изучать год, два, три, в любом случае результат будет один и тот же. Код понимаю, писать не могу. Либо писать могу по шаблону. Почему? Потому что есть дырки. Потому что привычка, которая нужна, было, да, не допускать, если что-то не понимаете в коде, идти к докам посмотреть. Вы это не выработали. Почему? Потому что, допустим, посчитали, что не вы, а мы, да, потому что я первое время тоже, когда так поступал, пока не понял. как только вы поставили правильную привычку, пошел рост, и вы начинаете понимать, что через два-три месяца вы чувствуете, ваш уровень растет. Так. Это не все. Мы дальше прочитаем. Смотрите, ребята, вот это реальный проект. Ну вот, смотрите, ведь я вас учу тому, что сам делаю. То есть, допустим, ну, у меня немножко другие задачи. Сам принцип, сейчас говорю принцип, то, что проделали, запишите. Любой ваш проект начинается с доков. С доков. С доков, с Вики. Писать будете по-разному. Время от времени у вас будут совершенно разные подходы. Вы будете искать себя, как выразить. Мне, допустим, надо было разобраться, как с Маркдауном Маркдауном я перегонял таблицы с моей SQL в PostgresQL, да, и для себя расписываю, да. Но я для себя расписываю, не ленюсь, все. Как видите, да, то есть, к этому я всегда отношусь серьезно. Но я четко понимаю, если я что-то подзабыл, я быстренько помню, ага, по фикстурам я писал. Все просто, ребят. Но ведь это не надо лениться делать. Почему? Потому что здесь, ну, мы будем дальше рассматривать привычки. Правильно, Мурат написал, да, привычки. Здесь идет два важных момента. Ребят, вот, трудно с этим спорить. Когда вы начинаете писать, понимаете, вы в первую очередь должны как-то выражать свою мысль. Это идет мыслительный процесс. Вы начинаете запоминать и разбираться осмысленно. Второе. Вы собираете базу. Понимаете? Потому что, когда Мурат пришел, он начал там искать ЧСМ, по-моему, формат. Ну, я, говорит, пометки буду делать там в Python 3.8. Я говорю, бросьте заниматься ерундой. Во-первых, у вас в Python будут совершенно разные версии. Во-вторых, во-вторых, вы ничего не наработаете. Это язык, это одно. Пишите такой текст, то, что вы делаете, то, что вы понимаете. И вы заметите, через пару лет у вас будет столько сотен тысяч строк кода. Но когда это в Markdown, вы сможете это удобно искать. Это все, готовый сайт Markdown, да, то есть запустили сервер, сайт, плюс документация, плюс что? Все, все, все. То есть это я вам сказал. Да, мы это все равно увидим. Итак, давайте еще повторим маленький фрагмент. На самом деле, то есть вы поняли, эти привычки я разделил для объяснения. А это на самом деле один определенный конгломерат, по сути дела. Поэтому запоминаем простое правило. работа с командной строкой надо полюбить, иначе вы никогда не станете программистом. Ну, а тут с командной строки вытекает вот то, что и написал Мурат, очень много вещей. Это вы знаете доки. Вы начинаете идти от своего кода доком, то есть функции, которые вы пишете или классе, вы понимаете, а в доках просто будет строка написана, какая-то выборка или что-то, одна строчка будет. Но она для вас начинает приобретать смысл уже. Через время для вас будет справедливо и обратно. Вы просто будете читать доки, соображать, уже достраиваться будет. Следующий момент, когда вы работаете в Юпитер, вы сначала проверяете, у вас не очень хорошо получается, но потом вы начинаете проверять уже свои приходящие идеи. Пришла там, ага, извлеку-то я так-то, и остальное все уже достраивается. Вы уже себе продумываете в голове, хорошо, извлеку я файл, возьму там базу, тут использую for, либо какую-то другую конструкцию, допустим, то есть if else, либо другую конструкцию, и вот этот процесс начинает идти. При этом код друг с другом постоянно переплетается, и эти частые вещи, они повторяются. И эта привычка в конце концов начинает вас уже выталкивать сама на поверхность. Проверьте себе каждую реконструкцию, вы понимаете, если не понимаете, то разберитесь. Ну, это то, что я рассказывал, допустим, насчет этой маленькой вещи. Если вы что-то пишете, вы комментируйте и объясняйте, да, простыми словами. Ваши комментарии постоянно будут меняться, но есть еще один важный момент, почему надо комментировать, почему надо записывать. Ребят, сейчас прозвучит очень важная мысль. Ребят, понимаете, с вашим продвижением по языку у вас будет в отношении одних и тех же вещей постоянно изменяться понимание. Оно будет захватывать абсолютно те области, которые вы не подозревали, особенно, когда вы пойдете со стороны разработки, как сейчас будет работать школа, где надо проходить, будем разбираться с конструкциями, ну, все прочитайте в статье, то есть смысл, да, сейчас. Там совершенно у вас иные грани. И вот знаете, что, когда вы будете читать свой то, что вы раньше написали, вы будете дополнять и будете видеть, насколько уже иной смысл. Но, если вы все это не записываете, то вы никогда этого не осознаете, вы просто это забудете. Это важный очень момент, потому что на одни и те же вещи у вас будет понимание разное. И самое главное, не надо бояться, вы будете настолько злиться на себя и свой код. Это нормально для программиста. Вы будете через года полтора смотреть и говорить «Ух, ёлки-палки, неужели это я писал?» Да, это были вы, но тот с тем опытом сегодня вам это смешно, но без того опыта не было бы вас сегодняшнего. Поэтому это важно. Так, давайте еще. работая над проектом всегда нужно комментировать строчки кода Markdown. Просто я рекомендую Markdown, потому что есть разные, допустим, Markdown очень простой, Markdown очень часто используется в программировании. И быстро, локально это очень хорошо делать доки. понимаете? Быстро его, если надо, взял в другой проект, просто перенес, изменил там сервер себе, номер сервера. Ну, в школе все есть, уроки, поэтому теперь, поищите и погуглите то, что сейчас проходите в интернете. Но, в принципе, ребят, опять не буду на этом останавливаться, потому что вы прочитаете статьи, которые я дал. То есть, я там все очень подробно объяснил. по сути дела, без этого вы не наработаете базу. Почему? Потому что школа, это вот не как на форуме. Приходит человек в школу и все начинает спрашивать. «Я учу учиться». Вот, допустим, ну, тот же Мурат сейчас написал, да, «Довый вечер подскажите», да, там, кодировка не так выводится. Ответ я ему не буду подсказывать. Я ему написал, «Учитесь правильно формировать запросы». Питон неправильная русская кодировка, привел пример Питон, Кириллис Unicode, да, и чтение с файла. И сразу же дал подсказку. Почему? Потому что всегда видно, что человек занимается и что бы желательно сейчас пройти. И дал. Хорошо бы на этом этапе научиться, кроме изменения кодировки, переводить строки файла в байт, разобраться, что и как там работает. То есть уже дополнительно, когда человек работает в группе, всегда выгоднее. Ну, и Игорь Лисицын, тоже давно в школе, хороший парень, ну, старается, сбрасывает что-то. Вот, мне вообще нравится, как он идет. Здравствуйте, если не получилось, отпишитесь, подскажем. Но, я говорю, ребят, всегда надо стараться сформировать и найти ответ. Да, в школе принцип направить, но не дать ответ, вот, на тебе ответ и все. Нет, направить, потому что смысл учить, обучать, учиться. Вот это смысл школы, да, как правильно учиться. Ну, давайте еще там посмотрим, что есть. Поищите, погуглите. Полностью выполняете домашнее задание. Абсолютно верно. Домашнее задание всегда надо выполнять, потому что они расширяют. придумайте примеры из жизни, далеко ходить не надо, оцифруйте то, что вас окружает в комнате. Абсолютно верно. Это тоже я объяснял в статье. Это надо делать с первого этапа. Почему? Потому что ведь каждый человек уже от природы программист. Единственное, что наш мозг все это делает моментально, а язык, язык создан по подобию нашего мозга. Допустим, тот же класс создан так, как мы мыслим, допустим, прийти домой, попить чая, поесть, и потом побежать на рыбалку. Это вот можно объединить в один класс. Только мы это уже быстро сделали, а на языке надо описать. И вот когда мы что бы ни проходили, начинаем куда бы ни идти оцифровывать. И это вот мы сейчас начали заниматься с разработкой, то есть именно вот этими конструкциями начали заниматься. В этой статье, там есть другие статьи ссылки, вы прочитаете тоже, смысл поймете, который будет в описании видео. По сути дела, когда вы начинаете постоянно работать над оцифровкой, допустим, ну давайте самый простой пример. Я сейчас вам буду рассказывать картину очень простую с бытовой жизнью, а вы просто представляете себе, ну то есть я буду рассказывать обыденные вещи, которые в принципе вы можете делать ежедневно. Но мы возьмем в данной ситуации некоторые вещи сейчас, о которых будем говорить, но я тут просто вот внесу их, да, например поиск дальше миксинг декоратор а вы знаете вот здесь я чуть больше расскажу когда вы прочитаете статьи я там дал побольше статей то есть это начало обучения разработки и новичкам обязательно рекомендую их читать они будут добавляться да вот чем крылась проблема и кроется проблема это я тоже в двух последних статьях расписал хотя по-моему в этой статье на все ссылку да там обучение разработки сайт может выглядеть сейчас по-другому почему потому что я уже почти закончил другую школу да то есть передел и возможно вы сейчас видите это в другом формате но эти статьи вы найдете в любом случае от этого видео ссылки на старые статьи я все равно оставлю пусть я их не буду показывать на новом сайте но ссылки будут да будут работать так вот понимаете в чем проблема при изучении языка вот приходит человек изучает там Python либо любой другой язык это совершенно на самом деле не важно мы поговорим чуть ниже да и изучает там изучает списки и они для него мертвые изучает там списки там словари кортежи да изучает строки но они для него пока мертвые при этом он спокойно находится днями в своей комнате уторкнулся как тут правильно сказать уторкнулся ну вперся в этот монитор ничего кроме не видя сидит злой к нему никто не подойди вот а что кругом творится он не знает да ляха моха оторвись ты от монитора поверни ты голову сейчас буду рассказывать историю и посмотри ты кругом вот и пробуй то что ты изучаешь сейчас оцифровывать не надо далеко ходить не надо больших проездов прямо в комнате понимаете тогда будет толк язык начинает оживать потому что это конечно выдумал американский рынок понимаете нашли мышление программиста ребят ну не дурите вы голову ну будьте вы попроще ну любой ребенок вам может развернуть конфету и съесть ее да по сути дела маленький это уже программа да развернуть открыть рот то есть работает программа если со мной не согласны а вот черта с два есть страшные заболевания ребят я не медик ну то ли паркинсон то ли там когда человек просто ну я наблюдал однажды когда еще занимался продажами когда мы пришли к женщине там ну мы покупали телевизор и тут муж сидел начал поджигать кресло то есть вот программа сбилась да тоже работает но не туда когда нужно поэтому поэтому ребят основной посыл изучайте списки словари делайте их живыми а живыми их делайте вы тогда когда окружающую обстановку вы начинаете оцифровывать то есть это поможет вам во первых уяснить зачем и что и как работает ну давайте а вы потом себе вот я вам диктую домашнее задание для новичков и так ребят ну пусть у вас не электрочайник да у меня сейчас электрочайник пусть вы нога ставите это совершенно не важно но буквально ежедневно вы завариваете чай или кофе верно верно сначала нам надо найти ну давайте подумаем у нас заходим у кого-то тумбочки у кого-то шкафики у кого-то просто на столе у кого-то встроено куда-то там стену но ведь чай надо где-то взять значит его надо найти нет ну ребят ну я вас понимаю когда вы скажете ну конечно я знаю открываем там вторую дверьку дверь среднего шкафа и там у нас чай это у вас работала программа да которая называется памятью кэшем да у вас тоже есть кэш то есть вы это помните но считайте что вот я вы сидите за монитором а я сижу с этой стороны ну не я а сидит робот вообще да который понимает только программный код и вы ему должны объяснить а как заварить чай пусть не для себя там робот варит для кого-то то есть по сути дела что проще всего конечно если вы допустим ну думаем если вы все элементы засунете в список отлично теряем время пока все переберет это плохо значит что словарь абсолютно верно словарь то есть по сути дела все это можно сделать словарь если бы мы пошли дальше там уже программирование то скорее всего мы бы сделали абстрактный класс мы с этим еще столкнемся но давайте пока самых самых низов то есть сделаем словарь всего что у нас есть в комнате потом надо как-то это разместить там уже можно в списке можно по группам пищевые продукты кастрюли чтобы было легче пока классы не трогаем вообще ну теперь давайте подумаем мы хотим попить чай включаем чайник берем чай берем кружку смотрите сколько элементов разных наливаем засыпаем сахар все это но это ведь программа а теперь подумайте а в языке надо все это прописать хорошо а теперь я подведу к важным вещам которые для новичков пока будут сложны но смысл вы уже поймете почему надо оцифровывать сейчас уже а вот смотрите пусть вы сейчас распишите свою комнату это будет неправильно тысячу раз неправильно да это не важно важно начать расписывать по крайней мере вы сначала возьмете там все поместите в список потом подумаете не наверное лучше вслывать дай-ка я попробую так и в конце концов вам сама жизнь подскажет что в словарь все-таки быстрее я найду да так дальше теперь хорошо скажите пожалуйста а когда декоратор декоратор начинаем разбираться теперь вопрос вот тут и тут зарыт собака почему человек не может научиться разрабатывать по одной простой причине что по крайней мере чтобы применять декоратор надо знать простые вещи эта конструкция эта конструкция для чего она применяется и для каких вещей мало понимать того когда эта конструкция декоратор допустим применяется для изменения там кода или там результата функции это не важно важно а понимаете ли вы что при ваших ежедневных действиях вы кофе поменяем на чай и это можно сделать декоратор с декоратором вот пропишите это в программе чай и напишите декоратор чтобы работал кофе вот тогда раз навсегда вы поймете что такое декоратор и будете видеть в жизни и тогда начинает работать ваше программное мышление программиста которое заложено природой но теперь вы будете не автоматом думать а думать ага а как же это в языке программирования отобразить как это выразить какой конструкции И вы начинаете с первых шагов работать над тем, над работой разработчика. А какая задача разработчика? Поэтому будет курс в школе. Абсолютно верно. Определить конструкции, чтобы они были пластами. Это вот Линус учил. Конструкции правильные. И каждая конструкция должна делать свое конкретное действие. Хорошо, давайте возьмем сложное такое слово, страшное, миксинг, которое новички в принципе зачастую. А что это такое? А где? А как? Когда начинают изучать ООП. А ребят, а ведь вы с этим сталкиваетесь. Каждый день. Например, у вас есть брат, сестра, мать, отец, жена, дети. Но согласитесь, что у вас, допустим, ваши автомобильные колеса не стоят в детской комнате. Согласитесь? Ваши автомобильные колеса стоят в гараже. Да, ну максимум на балконе. Либо одежда, белье, да, там поддеяльники не лежат вместе с носками прямо вот здесь. И заметьте, у вас в доме есть места, которые относятся к кому-то конкретно. Ну, например, на шкафчике там сестры, матери, жены есть косметика. Там уж точно не будет стоять там ваша вещь какая-то, да? Это их территория. Так это миксин работает. Миксин как работает? В данном случае работает миксин, мы применили, выделение пользователя. Мы смотрим на столик. Да, мы знаем. Мы знаем, что в данном случае это столик сестры. Или там жены, или матери. И там стоит косметика. Нам это понятно, как человеку, и с нашим человеческим мозгом мы увидели помаду. И мы знаем это. Мы просто знаем, потому что у нас работает наш кэш память. Она сказала, не трогай тут твои помады. Ну, так, да? Но, а как же сказать это в программе? Правильно. Выборка по пользователю. По сути дела, у вас, допустим, есть стол кухонный и стол, где стоит косметика. И то, и то стол. Но, стол кухонный для всех. Стол, допустим, где стоит косметика, только за ним красится там жена, сестра и так далее. Значит, мы можем описать стол, как в любом классе, да? Допустим, в будущем. Чтобы вы соображали, что я просто сейчас не хочу, чтобы вы все уяснили. Я хочу, чтобы вы начали этот процесс. Стол в комнате, местоположение, и то, и то стол. Но, если мы добавим примесь, а примесь, миксинг в ООП, допустим, работает для каждого куска кода. То есть, по сути дела, в стол кухонный мы не добавляем ничего. А в стол для косметики, для косметики, а, нет, стоп. В стол сделаем так, чтобы было проще. В стол кухонный могут пользоваться все пользователи. В стол для косметики выборка по пользователю выходит в программе только сестра. То есть, да, тот же стол, но миксинг придал какое значение? Это принадлежит пользователю сестра. Там Марина, Катя и так далее. Только она может пользоваться. И скажите, а что, у вас в жизни такого не происходит? Или вы открываете шкаф и говорите, есть твой раз, я в прошлый раз же вот на верхнюю полку покрышки положил. Вот тут у меня насос бы, тут масло стояло. Какого хрена тут пододеяльники делают? Ребят, ведь это уже не происходит. Обычно раскладывают вещи одного человека, вешалка. Да, вот класс, вешалка берем. Но каждый, да, вещи, но... Единственное, что к классу, да, вешалка, висят все вещи. Но, опять же, добавляем туда примесь. То есть, миксинг выбирает по пользователям. Куртка синяя принадлежит пользователю папа. Куртка зеленая принадлежит пользователю мама. Да? И миксинг это все расставляет. Да, в жизни для вас бы все понятно. Посмотрели, это куртка жены, это моя, да? Но в языке надо все пояснить. И скажите, что я что-то сложное рассказал? Что я рассказал сложное? Ну, бляха, муха, как начитаяся херни, как вы думаете, что такое миксинг? Допустим, есть вы рас, а пишут это все. Ребят, да не важно, как там, кто пишет в интернете. Первую очередь вы должны это видеть в жизни. Тогда вы будете легко писать код. Вы поняли, почему надо оцифровывать, не надо далеко ходить, а то, что в комнате. Очень простые истории. Не надо далеко ходить. Когда человек не может объяснить, начинает выдумывать разную муть. Поиск решений и задачи из опыта других. Я всегда говорю, вот надо проделать тот раздел, допустим, я говорю в школе так. Идите блоком. Прошли функции питон, вот закончили функции, да? Пошло функциональное программирование. Вы изучали там списки, словари, операции. Теперь вы делаете то же самое, но в пределах функций, то есть мини-программы. И сразу, что открываем, сразу подключаем то, что проделали когда-то другие, но вы делаете то же самое. То есть, я говорю, открываете группу, здесь 10 страниц, да? Это первично. То есть, по сути дела, все направлено на то, чтобы глубоко понимать функции. Из чего, что, как состоит. И в формате задаются вопросы, вы ищете ответы, пишете. Если первый код когда-то у Осачева был вот такой вот простенький, там, дойти до 10 страницы, уже видишь абсолютно другой код. Понимая, что, вот там, по-моему, я придумал задачу про зоопарк. Уже немножко другие понятия, да? Немножко другой код. Мы тут потихонечку доходим до классов, да? И когда человек, во-первых, все описывает и все комментирует, то есть, понятно, видно и ему, и другим, что он это понимает. Ссылка в сейс, присваиваем программу по мучению, там, 150, простой склад зоопарк, создаем класс для хранения воды, там, еды, и так далее, и так далее. Но тут все начинается с функции. Я говорю, к чему? Что вы начинаете проделывать домашние задания, где смысл, я просто формировал вопросы, а вы, используя уроки, используя интернет-книги, все, что хотите. Ведь я же сказал, школа – это та территория, где я учу учить язык правильно. Есть большая разница просто взять, открыть книгу и сказать, я ничего не понял, а есть работать по моей методике. У нас в школе пишут код все. Все – это значит абсолютно все. Кто-то лучше, кто-то хуже. Я не видел человека, который бы не начал писать код. Понимаете? Но сейчас вот то, что, вот как сейчас, это с годами приходит понимание, что вот этих привычек, они все, это кристаллизовалось. Вам просто это надо применить, не теряйте время. Надо записывать код на двух языках. И всегда я говорю, вот прошли функции Python, повторюсь, да, начали изучать, подключили самостоятельную работу к видеоуроку и начали изучать второй язык. Я тоже там описал. Почему? Потому что, ну, пришел тоже после Мурата парень. Я ему написал, перечитайте письма, пройдете функции, начните второй язык. Я понял, что, ну, не слышит. Ладно. При этом я так понял, что уже старшего возраста. Ребят, насчет возраста не парьтесь. Я начал язык, вообще первый раз познакомился в 38 лет. Тот же Миша Беляковский там к 30 годам изменил профессию, профессию сейчас работает программистом. Было бы желание. Тот же, те же ребята, допустим, Как вот Тут немножко я, по-моему, не те ссылочки дал. Надо будет все переделать. А то одну статью удалил, все сместилось. Как Александр Проценко. Он пришел, знал, допустим, PHP. Да, он, грубо говоря, тупо быстро сделал сайт. То есть, медкомиссии уже реально, смотря уроки там быстро на лету. Ему надо было разобраться быстро сжангом. Он сделал сайт, уже делал его за деньги. Кто-то пришел. Я просто вас хочу подвести к одной мысли. Почему так важно то, о чем я говорю. Кто-то пришел, допустим, я не всех здесь записываю вообще. Забыл, как парня зовут, который писал, носил по Москве телефоны, продавал. И через два года начал работать в банке джанго-разработчик. А вот, не знаю, сместилось или нет. Да, надо будет сместить. Да, это дано-то. Значит, я доработаю потом. Просто удалил пару статей и получилось сместилось на одну. На одну, на две, наверное. В общем-то, через два года уже работает в банке. Просто написал, как благодарность. Ребят, понимаете, в школе есть, вот почему я говорю. Я мог бы делать, как делают на других курсах. Взяли там 10 пунктов и начинают долбить всем. От сюда до сюда. Вот так для новичков у меня есть отдельный портал, откуда они начинают. Просто тут есть определенная своя цель, да, где человек начинает изучать язык. Я его отправляю всегда сюда. И он изучает. Тут новичку точно понятно будет, потому что курс так устроен. То есть, его цель, чтобы человек начал понимать книги. И изучает основные типы данных, основные операции и так далее, и так далее. То есть, ну, где-то около трех суток видеоуроков. Но здесь важно быть в группе. Ребят, и здесь настолько, может быть, излишне, разжеванно, но очень сильно разжеванно, да, очень сильно разжеванно, что, ну, кому-то будет даже, может быть, и скучно. А те, кто совсем с нуля, те понимают и радуются, да. И там еще целый блок уроков. Я говорю, здесь уроков примерно около трех суток. Ну, много, да, но все... Все, они пошли, 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 пошли и пошли. По сути дела, до классов, когда, в принципе, можно уже начинаться. База будет дана. Но помните, что я говорил в начале? Ребята, есть два условия, которые я увидел, все-таки, Мурат понял. Важно быть в группе. Вот если бы он не написал эти планы, я бы не допомнил эти статьи, то, что я вам показывал, еще пару сотней строк, да. Второй момент. Всегда можно поправить. Важно быть в группе. И важно ставить задачу себе. Да, вам будет сложнее, когда вы с нуля. Но посмотрев эти уроки, я же говорил, вы поймете и начнете ставить задачи. Почему? Потому что очень много видео и на канале, где я объясняю дополнительную информацию, зачем и что делается. Поняли? Поняли. Поэтому школа, у нее формат немножко другой был до этого. То есть, есть часть материала, которая, задача, чтобы человек, пройдя эту часть, начал понимать интернет, книги, то есть, начал читать, сам понимать информацию. Этого мало. Тогда, когда я начинал делать тот портал, тот сайт, я тогда сам всего этого не понимал. Это же годы прошли уже, когда ты начинаешь соображать. Но он актуален. Почему? Потому что Python 3 для новичков все идет одинаково. А сегодня я вам уже наработанную методику говорю. А сейчас, с 2020 года, школа еще изменяется. Мы во главу угла ставим разработку. А сейчас отвлекусь. Что я понимаю под разработкой? Под разработкой я понимаю, в первую очередь, изучение основных конструкций, понимание целей, задач их. И понимать надо не просто, а это должно отскакивать, это должно быть на автомате. И это должно выходить, как бы продолжением ваш, какой бы вы предмет не смотрели, какую бы обстановку не смотрели, вы уже должны быстро набрасывать, решать основную задачу программиста. Какие конструкции я применю для того, чтобы оцифровать предприятие, комнату и так далее. Вот этому будем учиться, да. И я там описал тоже, почему так долго я шел к разработке. Потому что там есть все эти причины, указанные в статье. Перечитайте. Просто, сейчас уже надо заканчивать, дела появились уже, мне надо пришли идеи, надо что записывать. Значит, ребят, смотрите, план, да, о чем мы начинали, тоже те привычки, да, которые вы должны выработать, мы говорили. Дальше, работа. Важно быть в группе. Два языка. Здесь очень коротко, потому что рассказывал и видео много, в статьях вы найдете, я думаю, ссылки на эти видео, да, зачем изучать два языка, план, ответ, изучение двух языков. Ребят, понимаете, я расскажу просто самый простой банальный пример. Например, первые четыре года я, в принципе, изучал только Python. И, допустим, я считал, что вот функция только такая. Дальше мое мышление не шло, не было надобности. Только когда я затронул там GC, когда начал изучать Kotlin, и где-то у нас были другие языки, я наконец начал понимать. Оказывается, функции-то бывают разные, там, высшего порядка и так далее. Оказывается, начало приходить понимание, а что, а где применяются функции обратного вызова и так далее, и так далее. Ребят, а зачем вам ждать столько много лет? Нет, ведь вы с первого дня, не с первого дня, а как только прошли функции Python, начинаете изучать Kotlin. Почему Kotlin? Это тоже не просто так. Языки подобраны по рынкам. То есть, изучая Python, вы на Python писать можете все, что угодно. Ну, кто будет спорить, YouTube написан на Python. Инстаграм, которым все пользуются, серверная часть на Django, это тоже Python. И много-много-много чего еще. То есть, в руках профессионала это мощнейший инструмент. Но Python, кроме этого, имеет самую богатую историю конструкции. То есть, все, что можно в ООП, практически есть в Python. Изучая другие языки, вы будете просто сравнивать. Ага, это есть, это нет. Допустим, я Kotlin читал, он не поддерживает множество наследований. Мне уже стало понятно. Но самое главное, когда вы начинаете изучать второй язык, у вас начинает работать сравнение. То есть, вы изучали те же строки в Python, в Kotlin. Это тот же Java, следующий шаг, но очень простой. Вы, там называется массив строк. Но смысл один и тот же, да, передать последовательность символам. Но у вас начинает сравнение. Во-первых, вы приобретаете очень важную привычку переключения. В принципе, которая тормозит. Работал человек с одной библиотекой, переключился на другую, а страху все забыл. Если вы начинаете работать со вторым языком, то сначала у вас страшно. А потом со временем вы начинаете спокойно переключаться языка на язык, не теряя внимания. То есть, если вы ввели, как я говорил, Markdown, вы четко понимаете, где восстановились. Просто переключились, пошли дальше. То есть, вот это то, что тормозило, оно уходит. Но есть главное, зачем изучать второй язык. Понимаете, языки программирования примерно состоят из одного и то же. Там есть функции, классы, у кого-то меньше, больше, типы данных. Но изучая один язык, вы этого не осознаете. Вы просто идете по языку. Но когда вы начинаете изучать два языка, посмотрели тут строки, а тут массив строк. И сделали вывод. Ага, тип данных строки есть практически во всех языках. По крайней мере, которые мы изучаем. И изучая язык со статической типизации, как Kotlin, хотя там и есть автоматическое определенное типо, но там вы прописываете. Вы вытаскиваете то, что было скрыто в Python. И у вас начинает дополняться картина Python. Но самое главное, как я сказал, вы начинаете формировать понимание, у вас формируется оно на автомате, на полном, из чего стоят языки. И потом вы замечаете, что оказывается, со временем вы начинаете пользоваться GC. Ну, открываете там функцию. Но ведь функцию вы уже писали в одном языке, в втором, и это вас уже не пугает. А новичок, который бы только начал изучать, он пошел бы, взял книгу там для новичка, хотя он знает язык, да, изучая GC. Но ведь вам это уже не надо. Со временем приходите к тому. Слушай, а дай-ка я посмотрю, что собой представляют функции в GC. Вы начинаете читать, что функции в GC, это функции высшего порядка. Все! Все! Ответ получен! Вы четко понимаете, что функции вызывают другие функции, и вам только детали. И вы пишете уже сходу. Ну, все это начинается. Третий, четвертый, пятый, любой язык. После изучения двух. Поняли? Поэтому не надо с этим тянуть. Не надо на потом. Есть ложка дорога к обеду. Я говорю, лучшее время изучения, начало изучения второго языка, как прошли функции Python. Пока вы будете там начинать, как раз дойдете в курсе Python моем до начала классов, да. И там уже и классы затронете. В общем, это будет тогда правильно. Просто это лучшее. Ну, дальше он писал для себя. Сейчас я хочу самую важную фразу написать. Понимаете? Нет смысла вообще делать обучение. Вот есть смысл делать обучение. Вот как я говорил, вот первый сайт построен для новичков. Потом уже, когда прочитаю статью, поймете, что идут поэтапно разные шаги, разные этапы я расписал. Сначала мы приобретаем привычки, которые потом вас же выталкивают. Потом там изучаем, пишем приложение, изучаем разработку, каким как способом, да. Потом уже пишем масштабируемые приложения на разных языках и так далее, и так далее. Все, правильно сказать, все одно выступает из другого. Ну, почему я еще говорил, что очень важно писать. Ребята, план в школе, вот в этой стратегической, он один. Но каждый из вас будет идти совершенно своим путем. Почему? Потому что у каждого из вас есть свои наклонности. Понимаете? Гуманитарии будут больше тянуться в джанго. Тех, у кого математический склад ума, больше уйдут в машинное обучение. На самом деле абсолютно каждый ученик будет заниматься своим делом. Значит, в чем же задача школы заключается? Абсолютно верно. Она очень простая. Но учить правильно, учиться языку. Вот над этим я работаю все 11 лет. И сейчас все очень неплохо получается. Потому что, как я говорил, основных конструкций и основных вещей языки не так уж много. А дальше вы выходите на уровень, когда вы способны сами двигаться. В принципе, можно сказать Мурату, молодец. Дальше главное не останавливаться. Вот написал для себя, пусть будет так. Понял. Это начать применять. А второе, начать работать с Маркдаун и другим ребятам-новичкам, Мурату. Вот работаете со строками, делаете домашнее задание, сбрасываете в группу. Тогда можно подсказать. Да, делаете. Почему? Потому что на самом деле ведь давно понимание изменилось. И я это подсказываю уже в группе. Группа – это основа. Работать надо в группе. Ребят, может, длинновато получилось. Но, по сути дела, то, что я хотел сказать, может, тут немножко от чего зависит успех. Ну, вот я сейчас вас сформулировал сегодня вот так. Да, хотя вы сейчас прочитаете две длинные статьи более подробно. Где я описал, в принципе, как иногда между некоторыми пунктами проходило несколько лет. Потому что то, что кажется просто, например, отвлекусь еще в маленький момент. Маленький момент. Вот Сережа Иосаччев. Вот он очень много для школы сделал везде, где есть. Любая рубрика, у него куча кода. Что я хотел найти. Что я хотел найти. Сейчас. Вот. А вот куча сообщений. То, что я говорю, что прорабатывает. Например, в интернет разбор темы, чем отличаются абстрактные классы от интерфейсов, там полстраницы. Но при этом никто их не использует. У нас с Сачем Сергеем, где я его направлял, ушло два месяца. Но теперь я вижу, он использует это на лету и профессионально. Хотя я мог бы тоже рассказать. Вот в десяти пунктах, и никто бы ничего не понял. А я сделал так, что он дошел сам. Потом пошел к паттернам и так далее, и так далее. Но тут это уже другая история. Это все в процессе обучения. Значит, ребят, однозначно запоминаем. Вот то, с чего начал Мурат, да. То есть, вот наметил себе первое. Сначала он отдельно писал, я изучаю типы данных. Просто тут он уже писал по привычкам, да, расписал привычки. То есть, наличие понимаемого плана. В школе достаточно видео, чтобы сформировать это первичное наличие, да. Потом, чем вы дальше будете идти в те же списки, понимание начнет расти. И вы уже будете четче и четче составлять план. Сам по себе, факт, надо с этим работать. Правильные привычки. Ну, мы говорили очень много, да. Помните, вот этот график. Вы не приобретете привычки. Вы будете заниматься, пыхтеть. Но обучение будет не такое. И не важно, какому языку. Ну, это... Вот он правильно написал, как я объяснял. Пошли, я тебе покажу ключу. Ты станешь сейчас автомастером. Да, чтобы стать автомастером, надо брать ключи эти, идти, крутить. Там, откручивай стартер, менять свечи. В конце концов, ты это сделаешь в любой машине, да. Потом ты уже научишься по звуку определять, что троит и так далее. Это уже сам процесс. То же самое и здесь. Правильные привычки. Сами по себе привычки, это и есть законы успеха. Ну, и записывать маркзаном. Помните, писал, запомните, что каждый из вас будет... Вот, понимаете, в школе много материала. И, в отличие от других ресурсов, то он постоянно добавляется. Да, просто пока я переписывал портал, тут немножко была заминка. Ну, все пошло дальше, да, сейчас. Так вот, мы постоянно развиваемся. И моя задача, я сейчас это понимаю, после стольких лет, что заложить вот этот стержень, да, который и является самим стержнем. И на него человек наращивает. То есть, приобретая правильные привычки, он пошел... В конце концов, когда он разобрался там с ООП, с конструкцией, ему уже не важно, какую библиотеку открывать. Открыл там какую-то библиотеку Пайтона, посмотрел, кто что делает, а сами конструкции ему знакомы. Все, пошло работать. В общем, в описании видео будут ссылки на статьи. Спасибо за доверие, все получится.